Зачем онлайн-школе видеоролики? То есть вы уже как преподаватели, как те, кто люди, кто показывают своим ученикам, понимаете, что работать с презентациями, когда у вас есть на экране презентация, гораздо проще. А когда у вас есть видеоконтент, где вы можете показать, продемонстрировать, как это происходит, да? Если вы обучаете кого-то, как фотографировать, гораздо проще показать, как выставить композицию в кадре на самом кадре, не без фотографии, как настроить свет, как сделать что-то еще. Если у вас онлайн-школа по тому, как правильно одеваться либо правильно готовить, опять же, да, там, либо какие-то другие, то всегда, когда преподаватель в кадре – это коммуникация. И рассказывать и показывать – это гораздо интереснее. Посмотрите, что бы кто ни говорил, я год назад пытался эту тему поднять в Фейсбуке, пытался эту тему поднять ВКонтакте, меня останавливали. Ой, ты что, Некрашевич, наша аудитория только читает. У нас высокоинтеллектуально образованная аудитория, которая только читает, да? И в это время эти люди спокойно поглощают десятки, а то и тонны минут видеоконтента. Кто те люди, которые дают прирост YouTube за год 40%? Не может планета Земля так, грубо говоря, родить людей, да? Поэтому за год только на YouTube 40% охват. Сейчас Одноклассники делают творческую студию, ВКонтакте делают творческую студию, да? Буквально на днях Facebook ввел новое правило, что сейчас будет участвовать в поисковой выдаче только уникальный контент. То есть, если вы где-то набрали какого-то контента и на этом контенте сделали себе группу, то очень скоро этот контент, видеоконтент будет слабо индексироваться вообще Facebook. Почему? Потому что сейчас новые правила в Европе, в Америке, да? И Facebook ничего не заплетает. Лучше хорошо украсть, чем плохо придумать, да? Потому что хорошие художники, они воруют, да? А гениальные они копируют. Вот Facebook здесь не уходит далеко и все то, что будет в YouTube, и сейчас есть, будет и в Facebook, будет ВКонтакте, будет в Одноклассниках, и если у вас не уникальный контент, видеоконтент, то вам суждено прозябать где-то внизу поисковой выдачи и более того, я еще уверен, что формат будет такого плана, что весь контент, который вы будете производить, будет принадлежать только вам. И если вы в этот контент вставите чужую музыку, чужие фотки, чужой видеоряд, то Facebook очень быстро это распознает и заблокирует. Поэтому, зачем же видеоролики онлайн-школе? Друзья мои, вы можете при помощи видеороликов делать рекламу, делать анонсы своих курсов. Видео продвигается быстрее, его смотрит охотник, миллионы учителей сейчас пишут какие-то статьи, пишут эссе, пишут посты, но проблема в том, что эти посты никто пока не читает, уже, да? Ну их много, вас много, огромное количество, но информации столько много происходит, что появляется, да? Что простому обывателю некогда читать. Вам надо как-то вырваться и стать выше на ступеньку, чем ваши конкуренты. И пока конкуренты чешут голову и делают видео контент на коленке, сделайте серийный контент и начинайте переводить ваш контент, который есть, в видеоформат. Более того, не секрет того, что многие уроки в ваших курсах, они устаревают. И в случае, если у вас есть серийный контент, давайте на примере, на примере школы видеоблогеров. У нас на один вопрос один видос, и если это видео сейчас не соответствует реалиям ютуба, ну, допустим, ютуб поменял правила, и видео сейчас стало неактуальным, мы не меняем весь урок, там, как вот у вас там двухчасовые уроки, там, семинары, вебинары, а мы просто меняем видео, а под этим видео пишем, что оно уже неактуально, смотрите актуальную версию года. Понимаете? И второй момент. Людям потреблять или поглощать видео контент гораздо удобнее. Почему? Многие едут там, не знаю, в метро, в общественном транспорте, где-то стоят в магазине, да, гораздо проще читать, смотреть на мобильном телефоне видеоролики. При помощи видео можно, первое, слушать, если у вас есть статья, ничего страшного, я же не против, просто поместите эту статью под видео, там пять тысяч символов дает ютуб, под видео в описании. Если не хватает, вторым постом и можете прикрепить его, то есть пять и пять тысяч символов, десять тысяч символов. Друзья, я думаю, что у вас не такие огромные простыни текста, но тем не менее, если у вас есть статья, то это кусок текста, и людям остается только читать. Если у вас есть видео по этой статье или по этому уроку, они могут слушать его, будучи в дороге, будучи на пробежке, будучи на прогулке, будучи где-то отдыхая. Они могут смотреть его, дополняющее, визуализируя, и они могут читать один против трех. Поэтому я думаю, что видео для онлайн-школы – это не то, что желательно, а это обязательное условие. И посмотрите, вот через год это видео, уже сейчас каждого утюга звучит, что если вас нет в ютубе, то вас нет нигде. Как раньше звучало о том, что если у вас нет сайта, если у вас нет в интернете, значит у вас нет бизнеса. То же самое сейчас. Если у вас не будет видео уроков, если у вас не будет видео, видео презентации вашей школы, то вы будете на обочине, и это факт. Поэтому приглашаю вас смотреть наши уроки, наши стримы, наши бесплатные занятия о том, как сделать видео для онлайн-школы, да, потому что с нами дешевле, проще и быстрее. Почему дешевле на бесплатной школе? Друзья мои, у нас есть закрытый клуб, где мы работаем, прокачиваем авторов, то есть в школе у нас все бесплатно и всегда будет бесплатно, а в клубе будет некий небольшой взнос, да, сейчас он составляет 33 доллара в месяц, где вы сможете получать обратную связь и в клубе уж точно будет, да, дешевле, быстрее и проще. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Звоните, пишите, приходите. Продолжение следует...